И вот с этого базового состояния мы сейчас, внимание, уходим в одну из клеточек, клеточек своего тела. Мы каждый идем в свою клеточку. Мы уходим в внимание, находим ДНК и смотрим ножки ДНК, теломеры. Просто произнесите в своем сознании слово «теломеры», и ваше внимание будет прочно прикреплено к ним, и оно выдаст информацию по ним. И я обращаюсь к Лене, она сейчас там. Мы пришли в теломеры. Каким образом в теломерах, в психике, в сознании прописывается долголетие человека? Можем ли мы на это влиять своим сознанием? Опиши, что видишь сейчас. Что касается картинок, очень расплывчатая, только больше идет как понимание. У меня сразу слово «теломеры», у меня слово «история». То есть там прописана вся история человека, начиная от его рождения. И какой вопрос был? Долголетие. Долголетие. То есть вся жизнь человека заранее прописывается, фиксируется теломерам? Вот здесь именно развитие тела. Как тело развивается, потому что… Именно физического тела, да? Здесь физического тела, как человека рисует, именно физика. Кожа, состояние кожи, костей, волос, ну вот, да, что физического тела касается. Здесь не затрагиваются, ну, я не вижу, как затрагиваются другие аспекты. Вот просто есть тело, как, хочется сказать, кусок мяса, не знаю, да, вот эти вот свойства прописаны. Исправить это можно? Что именно исправить? Ну, например, состояние костей, кожи, там и все остальное. Если мы сейчас заходим в теломеры, мы можем как-то повлиять через теломеры на состояние физического тела? Именно такое чувство, что с теломерок, нет, как будто в теломерах именно прописано уже. Но где прописывается, вот туда можно заходить. То есть заходим немножко с другой стороны. Давай зайдем туда, где прописано. Давай в сознании сейчас будем нырять. То теломеры, они просто уже содержат информацию, да, эта информация заносилась с какого-то другого места просто. Давай мы найдем первоисточник, где мы можем менять информацию. В каком месте мы можем изменить информацию для теломеров по телу, по физическому? Сейчас плату показывает. Плату? Ага, что это за плата? Где она находится? Такое ощущение, как будто с одной стороны это уровень физического тела, а с другой стороны контакт идет с другими планами. Находится как в голове. Это плата, по крайней мере, показывает вот на уровне лба, где-то посередине лба, как будто она там в мозгу получается. Это через осознание, поэтому? Через осознание, значит, может быть, на физическое тело. То есть через осознавание. Я бы сказала, через перепрошивку. Через перепрограммирование себя. Вот так это случилось. Мы можем влиять на физическое тело. Можем. А как механизм перепрограммирования в данном случае звучит? Сейчас. Слово переписывания истории. Переписывание истории. Просмотр перепроживания. То, что мы делаем. То, что мы делаем. Вот этой практикой, да? Да. По сути, да. По сути, да. Только что-то хочется сказать, еще куда-то глубже идти. Как? Вот. Вот эти вот более глубокие уровни, глубокие проходы. Я их видела. Я не знаю, что это. Как туда идти? Давай, смотрите. Хочется толкнуться от вашей практики. Вот пойти как-то еще вот глубже. Вот. Я не чувствую. Сейчас. Как туда войти? И какой технической базы туда входить? И все ли там надо сносить, или только частично? Частично. Как бы то точечно нужно туда нырять. Вот просто ныряне, как рыбка, знаете, так ты нырнула, вынырнула. Нырнула, вынырнула. Да. Как за воздухом схватила. Ничего соловького позвонка мне не хватало. Вот именно вот, именно про точечную работу. Точечная работа, да. Вот после того, как мы снесли вот этот уровень, следующий это точечная работа. Я не знаю, я не понимаю. Иначе мы можем вообще у человека снести реальность в башке. Тогда дубль надо это делать, да. Смотри, какие техники для ныряния, и каким образом определять точку ныряния? Точка ныряния можно определить из разряда по тому, чего болит. Угу. Заныривать с этого подхода. Ты можешь меня сейчас посмотреть? Подожди, сейчас, сейчас пускай надо сна. Это примере, вот у меня в косте. Подожди. Это мы зайдем в следующий шаг. Сейчас давай углубимся. Вот ты сейчас можешь нырнуть. Мне сейчас показывают, вот поработка была, да, программа, она вот снеслась. Потом появляются какие-то ходы, эти какие-то такие паутинки или проволоканалы, которые, они открываются сами. Я не понимаю, то есть, как их открыть. Они сами уже открываются. Они сами. И можно за него тянуть. Угу. И можно за него тянуть после того, как верхний слой снесен. Да. То, что когда он поработал, он вот его взяли, просто вот так вот убрали. И потом вот эти вот каналы, они появляются. Они очень тоненькие. Можно ухватиться за этот канал и тянуть вниз. И ты войдешь в эту точку. А чего точку? Я же не помню, войдешь. Точечная работа. Она точечная. Но причем этих каналов, ну, их не так много появляется уже. Потому что основная часть работы, она уже снесена. Угу. Угу. Как будто действительно соединение идет вот с пласт верхний, да. Он, его убрали. Потом осталась такая тоненькая полосочка от этого пласта, которая соединяется вот этими вот жгутами, каналами, да, с чем-то более низким. Ну, который, пластом, который лежит снизу. И вот этот пласт, который лежит снизу, он и есть. Там прописано все. Просто здесь как будто доступ появляется уже. Но он точечный. И он завязан над тем, что осталось в вас. То есть то, что не проработалось. Значит, то, что не проработалось, значит, оно сидит глубже. Оно сидит дальше. И то есть дается такой вот доступ, чтобы его, ну, убрать. То есть таким образом. Каким-то, понимаю, сейчас. Вот это то, что мы тогда видели, когда мы втроем ныряли. Вот здесь психотерапия классическая. Вот этот слой сносим мы, когда мы работаем, да. Это мусор, который надо снести с диска. И потом открываются вот такие вот штуки. Здесь, получается, должно распознаться свой-чужой. То есть если идет распознание свой-чужой, то он столько не будет, или что? Иначе нас не пропустят вот сюда. А здесь чит-контакт. Здесь контакт с душой уже должен быть. Здесь двусторонний. Да. Она двусторонний, потому что она открывает, когда, ну, понимаете, когда снесен вот этот пласт такой глубокий, который, допустим, вы проделываете, да, когда он очень глубокий, и он снесен, там не остановились контакт с душой, ну, очень маленький шанс. А когда этот контакт с душой установлен, тогда уже идет вот позволение более глубинной работы. Но она уже будет точечная. Она не будет... Позволение, мурашки идут. Вот, она дает позволение, и ты тогда можешь идти реально перепрогровать. Главное не снести их. Ну, она тебе не позволит себе навредить. Потому что здесь уже контакт. Она, значит, будет вредить себе. Хорошо. Как система безопасности этой работает? Если тебе дан контакт, значит, все нормально. Все нормально. То есть резервную копию надо будет делать, научиться в этом деле. Если доступ получит, значит, все хорошо. Все нормально. Наташа, тебе просто доступ не дастся, если не будет уверенности, что у тебя контакт налажен. Ты слышишь ее, ты ее понимаешь как единое целое сознание. Сознание скрещивается, оно становится как единым. И здесь уже она достучится до тебя, как по-любому. То есть ты будешь знать, что нужно делать. Иначе тебя туда не пустят, не дадут контакта. По сути, даже не увидишь это. Даже в поле зрения не попадет. У тебя мыслей даже не будет таких, что там можно... Но вот эти вот точки, они просто, если они открылись, они тебе открылись. Они позволение тебе позволили туда попасть. Вот здесь распознание свой-чужой. Мы сейчас на этом этапе реально херящим свой-чужой. И распознавание идет уже свой. И следующий шаг – это то, что мы можем перепрограммировать многие вещи. Почему у нас так с людьми получается? Почему вот сколько гипнотизеров в тысячи? У кого такие результаты? Нету людей. Почему? Потому что свой-чужой не распознан. Это называется... У них нету контакта с душой. Да. Они могут себе придумать это, но они не понимают, не слышат. Нету связи. А они в объективной реальности. В объективной реальности хер ты до души стучишься, а она субъективна. Понимаешь? Все равно восприятие надо точку сборки задвинуть сперва. И они этот пласт, они же не трогают. Они вот ныряют через этот пласт, там как что-то затирают. Они лунку делают. Вот здесь, они делают лунку отсюда, вот сюда. И вот здесь копают. Зачем здесь копают? Здесь не можно отхерячить вообще снять. Они не снимают, они просто как будто рубят канал какой-то толстый. Но дело в том, что этот канал упирается вот в нижний вот этот тоненький слой, через который идет связь и все, точка. Он потом опять захлопляет. Он, ну да, он как будто сужается. Суши шея, если человек не может... Вчерашний пример. Один молодой человек плакал. Год, бля, картина реальности, день сурка. Висит, 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 висит. Вот так правильно снесли этот слой. Формируй свою реальность сам. Выберись, формируй. А иначе будет день сурка. Ну, либо высшее я найдет из какой-то очень дальней инкарнации какую-нибудь ресурсную травму и нарисует тебе какую-нибудь жопу. 17 века. Наташа, меня колбасит. Давай еще дальше. Давай дальше. Поехали. Как нам удлинить жизнь? Ну, по Косте спроси. Ну, сейчас по Косте пойдем. Косте, они должны служить жизни. А чему мы позволили? На чему мы должны говорить на слово «могу». Ну, как удлинить жизнь человека? Как продлить долголетие и внешний вид молодости, да? Вот хочу, вот как я сейчас выгляжу, так выглядит до 150. Как мне это сделать? Хочи. Хочи дальше. Вижу, как ты берешь, вот ты озвучила «хочу долголетие», да? Угу. Вот один просто вот этот жгутик берет, ты его, ну, тянешься и за него вниз уходишь. Угу. Попадаешь в определенную точку. Угу. Точка вот на этой вот платье. Угу. Ну, ты не сама, ты просто… А, они сами говорят, что делать, да? Угу. Ну, по сути, делать за тебя то ли душа, да, или она автоматизирована, но туда что-то нужно направить. Во-первых, туда нужно дойти очень точечно, попасть в правильное место. Угу. И направить туда очень много внимания и энергии. Ну, как понять, что это место то? Как вот это осознать, что это именно то место, куда нужно было вопросить? Вот здесь это понимать. Через отклик души? Ты только через душу идешь. Там ошибиться не будет. Хочется вот сказать, никак, ты просто знаешь. Ты просто знаешь. Это как вот тогда на семинаре, когда я с человеком работала. Вот тут пошли программы веры, уверенности в себе. А вообще механизм веры запишет это у тебя как жизненный опыт, и ты туда будешь ходить как за кофе. Ты просто даже не будешь думать об этом. Да, ты просто туда будешь проваливаться и там работать. Там не все так просто. Сложности в чем, на что обратить не мало. Что важно знать. Такое чувство, как будто вот, когда ты уже ухватился за эшкот, начинается такая вот штормить. У тебя есть вероятность просто вот вылетать оттуда. Зависит это от... Частоты вибрации чего? Как будто вот это жгутик, да, кто-то взял так тынь и начинает его колбасить, а ты на нем. Агаменный пол. Вот что-то очень похоже. Вот, чтобы... И у тебя такое есть возможность просто с него куда-то вылететь к чертям. А для чего этот механизм? Это у человека, которое у человека прошито внутри самого себя. Не навреди себе. Это защитный механизм, который инстинкт идет. Как будто сам себя не можешь, там, да, сложно... Да, порезать. То есть это что-то вели, вели все равно, когда при такой работе нужно, чтобы кто-то вел тебя. Ну вот мы сейчас вот сейчас загрузим зайцев на долголетие условно. Она будет у себя там копаться. То есть ее нужно вести теперь при этом. Ну как бы рядышком находиться. Хочется сказать, что она будет вас вести, но вы будете действительно находиться рядышком, корректировать. Вот вы стали вот, я вижу этот жгутик, она на нем, а вы стали вот рядышком, да? И как будто вот образовалась какая-то связь, которая более... Этот жгут уплотнила вашей энергией. И ему не дает возможности раскачиваться. Круглые. Ну вот три человека достаточно. Один ведет, причем ведет она. Не вы ведете. Ведет она. Вы просто как будто вот этот вот взяли вот этот жгут, да, вы в какой-то тубу, да, вы его зафиксировали. И не даете ему раскачиваться, вы не даете ей раскачиваться. Вы ее вот, ну, энергией направляете, как будто вот прям такой прямой путь создаете. Потому что так один человек, он может триньдец быть. Один человек у себя выключит реальность и будет сидеть в дурке, пускать слюни, да? А если он еще очень умный, то он выключит реальность и у всех. Психика полетит. Вот просто полетит. Вот слово полетит идет, вот она полетит. Ну, ты так как в компьютер залез с паяльником и куда-то не туда... И когда ты не программист, да, ты не знаешь. Да, когда ты не программист, ты не знаешь, куда этим паяльником тыкнуть. То есть следующие раскопки будем с программистами делать, я поняла. Ты знаешь, я думаю, что мы с программистами еще раз пишем, как эти IQR-коды и что это там, как это все строится. Потому что, в принципе, человек может додуматься в системных вещах лишь до того, до чего додумалась Вселенная, да? А иначе он не может додуматься. Он все по образу и подобию делает. И все компьютерные системы он делает по образу и подобию. Все симуляции он делает по образу и подобию. Вот интересный момент, вот словила то, что душа как будто вот в этот момент, да, пока не дойдете до нижней точки, носить просто наблюдает. Но при этом вот она подкинула вот этот, когда вы можете помогать друг другу, но такое чувство, что человек тоже может сам себе помочь. Причем знаешь, помочь каким образом, как будто вот, Наташа, тебя вижу посередине на этом жгуте, и ты опять же вот с двух сторон, как твои как копии, или как ты говорила, да, то же самое поддерживают. Я не знаю, что это такое, но вот такая еще картинка нарисовалась при какой-то самостоятельной... Солюбая сколько угодно фантомов, на самом деле. То есть, ну там энергия должна быть, которая вот будет фиксировать тебя. Там все равно круг закручивает надо. Вот такое чувство, что нужно... И получается, выделяешь таким образом энергетический объем, и в этом... Ты создаешь резервную копию в этом объеме. И этот объем, ты с ним работаешь, а потом накладываешь обратно. Не знаю, какая копия, но что-то там есть. Зеркальное отображение создаешь, и в зеркале работаешь, как в своем отражении. Вот так. Вот это ближе. Вот так будет. То есть резервная копия не звучит, да, она не воспринимается. А когда мы работаем с зеркалом, когда мы через чувства работаем, с чем мы работаем? Мы с зеркалом работаем. И здесь тут точно так же. Зеркальные нейроны или еще какая-нибудь система сюда еще по электропроводке к нам присоединиться. Но я не знаю эту тему с точки зрения физиологии, а с точки зрения психики, как она работает, здесь тоже будет работать зеркальная тема. И тогда получается, если ты в зеркале исправил, и это исправление верно, душа его принимает, ты его соединяешь с нормальным, и у тебя, получается, не слетает вся система. Ты, да, ты сейчас сделала себе защитный механизм. Угу. Вот. Через него можно работать. Вот. Я почему это сейчас говорю? Потому что я это осознавала последние полторы недели. Да, защитный механизм. А сейчас она складывается, она варит, энергия идет, и пазм последний становится на места. Защитный механизм для чего нужен? Ну, чтобы, когда ты туда заходишь, там, понимаешь, там в уверенности уже не столько дела, там другие настройки, те, которые ты, ты не знаешь, как туда пока что лезть. Не было доступа до этого. А они чувствуются там или нет? Как по уровню чувствовать, почувствовать, что все... Хотя, как почувствовать, информация просто, там информация просто чистая. И у меня ощущение, что нет чувства. Там чистое сознание. Чистое сознание. Угу. Там чистая информация. И самое интересное, что там, туда же интересно влезть, да? Угу. Ну, вот можно влезть куда-нибудь. Ну, в трансформаторе. Оно же интересно. Да, у нас же просто интересно. Угу. Знаете, вот я чувствую просто, я просто вот чувствую, мне кажется, я вот не знаю, чей интерес из вас я словила, но вот просто вот этот интерес я словила. Оно просто интересное, валю, да. Не знаю, через валю, как дети у меня не сунь пальцев. Вот да, вот типа того. Интересно же попробовать. Похожу, кстати, на таш твой как раз таки. Пальцы продержу. Да, вот она прям молодец сразу отразила. Слушай, давай по костям. Вот она спрашивает по костям. Да, вот сейчас возьмем ее кости. Спасибо, да. Вот посмотри, пожалуйста, информацию. У меня очень стали... Она генетика, Наташа, да? Да, с этой кости причем. То есть я встаю, пока расхожусь, как бы... И я уже столько тоже там смотрела, копала. То есть, ну, похоже на генетику. Но... Какая-то генетическая штука. И, скорее всего, да, она оттуда будет приходить. То есть в какой-то момент идет затихание, потому что я травками пользуюсь, сабельник рулит. Но все равно я чувствую, что здесь не только сабельник. Сабельник поддерживает как, ну, трава. То есть я чувствую, что легче становится. Но это не в этом дело. Сейчас. Это старость везла. Нет. От меня это старость. Мы сейчас с чем работаем? Мы сейчас будем удлинять. Мы сейчас будем вообще молодеть и молодеть. Я говорю, удлинять, а она молодеть. Сейчас мы вернемся к нашему сцену. Оно как-то очень глубоко туда сидит. Возможно, оно и оттуда. Потому что на верхнем слое я этого не вижу. Вот. Оно тянет куда-то вниз. Прям вот хочется такой нырнуть туда. Ты сможешь сейчас это сделать? Ты сможешь туда заглянуть? Есть у тебя такой доступ сейчас? Я тебе позволяю. Угу. Даже вкуса, что я вовремя болеть. Ну, это… Ну, это… Плата это вижу. Вот куда притянула – вижу. И что это за точка? Ты можешь эту точку найти? Откуда идет эта болезнь костей? Угу. 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 И это не карма. Это… Это родовое. Это родовое, да. Это генетика. Причем очень далекая. Прям очень далекая. Угу. 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 Он мне показывает… Как будто какую-то воронку. И она прям вниз еще дольше тянет. Я в нее ввелись не хочу. но эту воронку с ней что-то по идее как можно сделать она как будто знаешь вытягивает энергии энергию вытягивает пачка почему с этой области я не знаю как точечно работая смотри мы сейчас что делаем мы берем луч света да сейчас луч света я тебе помогу энергетически я сердце и в эту воронку херяк и пробку такую света и запаковываем пока низом не заткнем полностью пока она не остановится не делась но на снизу но подожди подожди дай свет подождите на плата же с двух сторон правильно давайте туда же снизу давай снизу такую же сделаем кропку вот так и нужно с обратной стороны подожди мы наполним светом и жерем ее запакуем как зацементируем мы 1 по ком света фигач 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 света свет уже сам сделает сам то что захочет ты поверься богу ты заказала ему это растворить и он это растворит и ты не бегать мне рассказала энергия но мне вот хотел сказать что она как жизненно сила тянет на жизнь как ну конечно наш отвлекает я встаю как бы там прохожусь естественно отвлекает внимание на себя очень очень сейчас ну как застывает там все вот сейчас скопнется она как застыла все нам больше энергии все дорогая выключили точно так же скажи работает точно так же давай еще в геморрой нету слава богу последние подожди сейчас мне не нравится это там остался как шар у него не нравится что я чувствую что дожди я у меня он тут быть не должен дорабатываем давай дорабатываем 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 а я не знаю как его брать все нормально как здесь это как я прям сижу из через меня такой поток валют сейчас вот они там сидят работают и я рядышком сажу сейчас чуть чуть-чуть вот мы сейчас его проколем наташа попроси сейчас свою пожалуйста душу и подсказать подсветить как его убрать потому что он здесь лишний элемент он как не отсюда ну можно выкрутить выкрутить а сейчас мы вот эти вот верхние то что он кручен туда сошел свет а этот мы укидываем отдельно я просто как шарик иголка можно было заткнуть а можно было белый свет и вот эти вот пробки тоже оттуда просто фигачи много света все сейчас она затянется сейчас все на пустое место плата стала как ровненько зелененько вот как вот как вот из какого-то места вверх и вниз просто фигачит как воронка фигачит но отлично класс она затянулась подожди дай жгутик посмотреть а он убирается он как растворяется вверх и снизу вверх растворяется слушай прикольно и если этот жгутик растворяется то тогда вообще наличие этих жгутиков о чем говорит потому что ты сняла верхний слой тебя отдал доступ к более глубокому это уже более то что еще сложнее то есть по сути прорабатывать тебя дали доступ таким образом они ограничены залившу какое количество этих жгутиков может быть у человека в таком случае сколько душа дает для чего они нужны эти жгутики то что на тех это основа формирование этой реальности от этих жгутиков это обязательная путь от этих жгутиков формируется дальнейшая реальность которую мы сами потом нарабатываем свой опыт плюс еще травматику накладываем уже теперешней жизни это то что уходит глубоко в корне не может может быть что он тупой не проработал верхний слой нет вижу сразу ты вижу вот это слой где один жгутик и такое может быть видимо когда вообще нет нет вижу почему-то это когда человек улетает такое чувство как будто если он рождается таким жгутиком да ну с одним то он как будто между миром и земле вот только я не понимаю или он сходит с ума или человек просто настолько наоборот духовно что уже что он это его как бы как последняя инкарнация что ли перед тем как уйти вот два варианта но может быть и первый вариант потому что в нем тоже много энергии или или почти человек который вот сходит с ума у него тоже как будто чувство связь обрывается у него становится один жгутик ну да да вот это два варианта таких может а когда ночь жгутиков нету жизни все на душу связь должно быть слышишь хорошо а два часа мы видим мы вернемся к нашим теломерам и попробуем и кстати вот люди которые цветы очень многие умирали рано поэтому что это жгутик чтобы он был ну они его уже убирали все визжить прекращалось все уже не было смысла играть дальше вести игру потому что ну все человек уходил но осветленное существо они умирали все очень рано то есть пока не чтобы перепрограммировать мы здесь находимся да да нормально умеешь что я сейчас просто увидел четкую картинку как люди это смотрят наташин комментарии разворачивают это нафиг это все и уходит те кто со страхами идите прорабатывайте свои страхи причем такая толпа конкретно проще шесть и сказать всевышний разум нам там с планеты центре он сказал и дальше очень хорошо когда ты говорила что мы улучшаем качество жизни мы манифестируем моделируем события тут интересно и тут я такой моделятор ничего с собой делать не хочу а мы не бог нарисует потому что я туда звезда но свою мысль ты и звезда не но бог ее слышит одной точкой не твоими ушами в данном случае ладно а давай мы сейчас зайдем к теломерам снова туда и на удлинение теломеров так чтобы долголетие наше было молотом и красивом теле как нам обновить клетки тело чтобы она была на 20 всю жизнь как мы будем длинять нашу жизнь куда нам закинуть эту информацию смысле молодости долголетия я вижу вот эти жгутики но как будто здесь немножко другое другой слой сейчас возьмем прописанный сейчас будем экспериментировать на мне я потом зеркале вижу вот смотри сейчас на тело мои жгутики и мы мою мои теломеры сейчас длиним или жгутик припечатаем куда надо я сама слышу вот моя душа ржу блин я понимаю что я уже достала со своими шуточками не это нравится на 500 экспериментов я знаю слушай вот мне показывается вот эти жгуты на такое чувство что они косвенно имеют какое-то значение от проработок да ну вот плат от которых они крепятся идут вниз да вот на нем какие-то тоже вот есть как жгутики не туда тянет почему-то я не знаю я до этого не видела они такие прикольные пошли туда что там они дело в том что они не крепятся к нижнему слою где прописано все и поэтому они понимают куда они возникли вообще что за они давай приближай будем раз они такие как удлиненные палочки такие как клеточки на такие удлиненные и очень подвижная длина их сказывается на длине и на молодости тела человека на на скорости обновления клеток там на всех вот этих процессов физических тел и сказать чем она короче тем моложе организм со временем как будто вот она удлиняется чем а речь да почему-то иначе короче вот как будто чем меньше тем вот ребеночка показывает маленький да и она растет как будто вот длина сколько уже прожито то есть таким вот как от обратного что-то идет сколько зеркальное отображение теломера может быть зеркальное отображение теломера давай мы эти хвостики сейчас укоротим вот просто берем ножнички так чик чик ну окей прошлось давай уже поратили по кругу прошлась по твоему прошло и теперь вдох выдох зафиксируем подожди интересно хорошо это прошлась окей у меня внутри то за такой запрос ты точно выбираешь об омоложении организм блин так такой голос ты точно выбираешь точно потому что он будет идти как всегда через ад потому что мы заходим таким образом она то что то будет какая-то небольшая подстава организм будет самоочищаться я уже выбрала поздравляю я поняла здесь организм будет сейчас самоочищаться это не всегда очень приятно что-то будет здесь не то что прям вот так вот кожа сразу без морщин станет она станет но организм он будет подстраиваться то есть какое-то сейчас время настраиваться на стройке будет немного меняться и поэтому тебе возможно что вот физическому телу нужно будет что-то какой-то пищи будет хотеться какой-то наоборот отвергаться то есть вот перестройка какая-то сейчас будет идти вот такого плана то есть она не вот так вот это по щелчку завтра ты проснулась молодая на 10 лет да сейчас будет что-то какой-то процесс просто запущен будет организм поэтому нет отлично найти еще там штуку такую чтобы и минус 10 килограмм вместе со старыми калетками это кстати это кстати мой муж просил мне на самом деле глубоко фиолетово может ему там в голове что-нибудь не страшно не ему в голове попрать это само-собое но последний последний раз он просил говорит давай минус слушай знаешь что интересно вот ты сейчас сказала про килограммы да и вот эта вот пластина она как будто вот вытянулась да вот она лесенкой стала вот нижняя это вот эти вот слой этот возрастной да дальше там идет физика их можно разбирать вот как будто слоями а дальше от этой пластины идут уже жгуты более вот эти вот травмы как ну то что связано на столько с тройками именно души прикольно она стала вот знаете как вот похоже очень как карусели такие вот с лошадками да которые бегают они вот такой вот формы и вот эти вот жгуты соединяет вот такой вот конус или что состоится не знаю как это понятно объяснить и вес там тоже стоит она как прописанная функция ну да это поставим минус 10 причем когда я заходишь он какой-то такой мягкий слой очень он другой а где это написать минус 10 подожди что там укоротить потому не укорочен он мягкость какая-то у него у него как в вату ступаешь то есть его надо сделать плотнее или мягче или мягче плотнее действительно плотнее плотнее его сделать упруже вот скажем так вот это слово чтобы эту энергию туда качать нет хватает сейчас отлично сша сша на связанном тоже какую-то интересную штуку все настроечные штук там что-то вот есть такое что запоминай как туда ходить потому что мы возьмем одного человека на эксперимент который не будет знать что мы с ним экспериментируем который никогда в жизни не похудеет мы у него сбросим весы посмотрим понаблюдаем со стороны как он будет меняться в течение там нескольких месяцев под запрос нормально она сразу доступ открытка я думаю что мы завтра послезавтра допустим этот эксперимент и потом будем ходить и смотреть а человек этот огромный вес это было оказывается защитная реакция то есть знаешь что она хочет сделать представляете как ему страшно зато понимаешь как ему сейчас вот эти настройки от вайры скажи пожалуйста как можно и не снесет если это так мы ему поможем если ему будет а он наташа он переключится на что-то другое если это защитный механизм он себе другое возьмет то есть защитный механизм он поменяется он с пистолетом начнет снять нет если человек он будет себя вредить по-другому здесь вредить не столько вредит ну да по сути да если это называть вредит то да он будет защищаться по-другому на другой переключится защищается же таким ну внешне это так вредит так тут интересно потом расскажешь потому что по ощущениям оно то классно там поменяют да но оно интересно как минус 2 и 10 сразу хочу на телес в жизни проявится ну это точно пластическая хирургия и меня анализуется увеличивает грудь силы и мысли нет грудь это самое простое понимаешь когда человек идет на увеличивать грудь в первую очередь надо поработать с его головой и тогда возможно грудь останется нормальная башка станет умнее потому что это вопрос о непринятии себя все эти пухлые губы все эти груди все эти жопы и все остальное это проблема с мозгами на самом деле но человек это признать не хочет и будет портить свое тело до тех пор пока не уничтожит его и не отправит на кладбище в зародованном виде а всего лишь проблема с мозгом это коротит плату короткое замыкание между нейронами ну чё возвращаемся или еще куда-то с этим можно еще залезть но мне с этим весом что-то что смысла не знаю может потом дойдет скажу не так все там просто хотя нет вы когда говорим не так все просто идет сопротивление ну в плане этим словам нет все нормально у тебя сейчас сопротивление может быть может быть не получится потому что когда говорю в этом ну нет энергии в этих словах что не все так просто а на самом деле моя душа ржет и говорит да давай ну сделали тебя упруже скажи пожалуйста если приходит условно прием такой человек мы вот уже допустим все это знали механизм откатали и все скажи пожалуйста мы заводим уже в эту систему уже будете когда идем точечно работать у человека каким образом он до сознания чего-то дойдет вообще у него жизнь поменяется осознанно или нет или все таки идем постепенно его отхерячет Наташа постепенно отхерячет вот просто вот сразу знаешь что поднимается вот ты говоришь и сразу злость его если он осознанно это не сделает его отхерячет жизнь его выкатает да нельзя сперва надо снимать вот просто причем так причем знаешь что причем так без жалости вообще просто таким слоем вот агрессия поднимается неимоверно нельзя сперва надо выкатывать вот этот слой и без него вообще подходить нельзя не хочет работать потому что это будет да это будет это будет плохо туда нельзя лезть без осознания человека а как работают маги ну вот условно в рептильном мозге наверху они работают и все на уровне психотерапии они даже вверх не лезут знаешь что вот мне сейчас показывает вот человек работает с магом и по факту он бьет себе по голове ну вот этот уже не работает это все классическая психотерапия все маги которые вот эти маги которые называют себя магом смотришь и ржешь нету там ничего влажен нормального мага еще попробуй встретить надо к шаманам забуриться куда-нибудь тогда там кого-нибудь встретишь а это все детские лепят а у шаманов вера прокачана очень а у шаманов вера прокачана просто говоришь шаман там тоже вот поплясать с бубном ну там вера там такая вера неимоверная их пространство которое вокруг них заряжено верой людей и поэтому они напрямую идут и поэтому ну там у них пространство как будто в шаре чего они зовут к себе там просто вера неимоверная и если он туда дошел у него уже вера есть как не крути а там они ее раскручивают ну можно тогда обойти вот эти слои он потом вливается в общеэнергетическое как будто вот в это поле да и все уже человек его физику чистит и ну голова она уже принимает это все потому что он уже человек идет туда так или иначе с верой и просто эта вера потом его наполняет вот этот шар да ему уже просто не оставляет выбора раз он туда пришел то есть до жгут до вот этих дождов можно зайти через шамана через шаманов можно ну то есть через шаманов они сразу точечно попадают но там потом вот этот верхний слой нет наташа его не право сейчас что происходит энергии туда вливается в эти жгуты но там перенапряг его в основном большинство по крайней мере их выбрасывает оттуда там человек туда не пройдет глубоко ну поэтому он вперед и рыгает единицы туда там знаешь что я вижу просто как будто вот эти жгутики тоненькие да как будто начинают в них воды наливать да и они вот до какого-то этапа тяжелеют а потом бах обратно оно не пустит а тогда какого человека тогда какой человек должен прийти к шаману да какого ну какой ну либо же если допустим почему некоторым дается какой-то определенный доступ да когда оно прорывается потому что например у человека что-то очень сильно болит в жизни да и оно туда вливает очень много энергии вот в это свое болит да и оно как будто жгут уже от его головы ну по сути да вот этот слой когда ваш не снят который вы снимаете да но там уже вот этот жгутик есть и он идет вниз и вот через этот жгутик энергия туда прорывается и тогда точечно есть вероятность убрать а потом событийный ряд а событийный ряд уже потом его будет выводить выводить это будет боль вот эта да человека который уже просто переломился да 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 вот по сути это боль часто туда наверное ведет потому что уже последний выход да какой-то и перерывается но оно в один жгутик не во все то есть такого плана ну блин вену мою посмотри что там у нее с венами Леночка посмотри Леночка посмотри да это туда же или все-таки это мне почему-то рисуется что кости как-то глубоко очень были вены все-таки поближе но это вот то что я сейчас вот что Лена скажет как будто ее карма а это карма уже да она не идет туда глубоко но при этом это не программа в плане которая в этой жизни да это как будто кармически что-то идет дальше но с ее из ее ну прошлой жизни да получается это исправить сейчас можно? но если это карма для меня карма это причина следственной связи да то есть опять же ресурсная травма какая-то ну уже не в этой жизни наработанная в прошлом она еще не вылезла она еще вылезет эта ресурсная травма она еще на подходит она уже вылезла вот она вылезла уже сама ресурсная это одна вена это еще не вылезла слушай это сейчас уже полегче стало когда спать ложилась у меня на раму дело что спать не могла это было да так это я уже сняла уже напряжение с этого Слушай ты вен не видела у людей нет Наташ я не хочу ни с кем кем себя срёмнилась да Я говорю, что Вы меня отвлекаете, я из чувства пытаюсь словить, а они не уходят. Словить чувства по поводу Вены. То есть так интересно, там была генетика, почему следствие? Генетика, это же тоже новая программа, карма, это тоже новая программа. Почему мне разными словами согласны? Это как мысли в словах. Как будто по принятию себя, но принятию себя, вот своей крови. Такой виден, скорее? Нет, родовой. Родовой. Что-то в рот тянет, оно… Блёхая нога ещё глубже. Тяжёлую ногу. Ну это родовые штуки. Ты знаешь, что должна как будто раскрыться, как… Детьми. Как женщина настоящая. И ведьма сюда можно тоже вписывать, Наташа. Она очень хорошо вписывается. Она прекрасно вписывается. Ты знаешь, вот показываешь просто как будто цветок, который распускается, и вот это идёт как полное принятие себя, своей крови, своей сущности, своей сути. Вот ты как будто что-то сдерживаешь, и оно просто уже выпирает, вот видишь, оно подпирает силушку. Силушку сдерживаешь. Оно вот, эта силушка заходит через, не знаю, вот эту любовь в себя. Попробуй, знаешь, что сделаем, Наташ? Контакт с душой своей наладится.